А зачем мне это нужно? Это я просто, чтобы разгоняю их, я и собак могу разнять. Вот будут собаки на улице собачьи, я так подойду, у меня срабатывает реакция. Я когда в Краснокаменске жила, у нас там такие драки были серьёзные. У меня девчонка, мне 13-15 лет, ну 15, 14-15 лет. У нас мужики на дискотеке начинают драться, я просто вот между ними вот так вот начинаю, кто я? У меня так можно было отпихнуть, улетело бы далеко там и надолго. А я, представляете, бегу их там разнимать, этих мужиков, у меня просто реакция сразу срабатывает. У меня, помню, был друг, который попросил, у него питбуль был, ставшистский терьер, не питбуль, питбуль, а не белый, а ставтерьер, это такой, ну как бы как тигровый, такой серый. Он говорит, Вика, будь осторожна, он уезжал там куда-то на неделю, можно у тебя собака пошлёт, я говорю, окей. И он говорит, будь осторожна, потому что эта собака, типа, разрывает всех собак. Ну, то есть, как бы, вообще шансов нет выжить. И я помню, значит, я в руке не проблема, вообще, она там на поводке, там всё нормально. И я открываю дверь, приходит нам сосед, звонит. Я открываю дверь, и в этот момент мальчик идёт в подъезде с щенком, овчаркой, ну такой миленький, ну щеночек, 4 месяца. Выбегает этот ставтерьер, вот так вот хватает его за, не помню, за что. Представляете, разжать челюсть в ставтерьера. Ну вот тот, кто занимается собаками, тот знает, что такое ставтерьер. Это как бультерьер. У них челюсть там, не знаю, как измеряется, в каких этих. И вот у меня вот эта реакция, причём эта вот реакция, она автоматом, я даже не могу контролировать. То есть у меня, бух, я выскочила, бух. Я взяла этого ставтерьера, и я вот так вот ему, и говорят, надо поднимать, типа, за яйца. Ну, типа, как бы, если вдруг впился, то, типа, как бы, это единственный способ, чтобы они отпустили. Ребята, я вот так вот разжала ему челюсть, просто, этому ставтерьеру. Вытащила эту собаку, сломала ноготь, вот так вот у меня ноготь был сломан, вот так вот, до мяса. Вот этот ноготь был вырван вот так вот. Ну, я вот это разжала. Я его просто разжала. У меня вот, ну, это включается такая сила, какая-то экстра сила. И просто разжала собаку, ну, как бы, слава Богу, иначе он его разорвал просто. А если у тебя вот такая была девочка, ааа, собачка, и там маленький мальчик, всё, собаки бы не было. А я просто резко, чётко, вот так вот, просто, у меня реакция. Вот, вот я так реагирую, да. С рождения, видимо. Ладно, короче, это просто вообще был такой прикол. Мурда, какая мурда. Это вот этот, я его, знаете, как называю, паскуда этот, этот кот паскударный просто. Самый задиристый, самый такой вот шкура. А всё, я пошла спать, короче, ребята. Как бросить курить? Я, знаете, сколько людей бросила курить? При мне лично с моей терапией. Значит, я им говорю, вот насколько можно себя не уважать, ребят, чтобы курить. Получается, зубы, запах изо рта, пальцы, кожа, лёгкие. То есть, неужели это того стоит, чтобы вот сидеть и вот это курить? Мне вот интересно. И когда ты об этом думаешь, задумываешься, да, ты стареешь быстрее, кожа увядает, сохнет и так далее. Неужели оно того стоит? Вот просто задайте себе этот вопрос, и всё. Ладно, мои хорошие, если кого-то обидело, простите, я не хотела. Если кому-то что-то сказала не очень хорошее, не обижайтесь. Я не хотела, и у меня не было никакого посыла, чтобы там вас обидеть, ладно? Если воры придут, я их на вилы надену просто. Они же не понимают, с кем они связываются. Нет, они больше не придут, они же украли всё, что можно было. Я все ценные вещи увезла отсюда, поэтому нечего здесь сделать. Сколько я сплю? Ну, сколько организм хочет спать? Иногда сплю, иногда по шесть часов, иногда по семь, иногда по восемь, иногда отсыпаюсь, по девять. По-разному бывает. Good night from Toronto. Good night. Фух, ладно. Всего хорошего. И, короче, берегите себя, ладно? Люблю. Прямо люблю по-настоящему, не просто слова, а люблю. Пока.